Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Закончился январь, пора показать пустышки этого месяца. Их было не так много, поэтому разделять не буду, но уходовое исследование и бытовую химию покажу все вместе. Первое, что закончилось, это вот такой частин, три в одном, содержит активный хлор. Покупала у нас его в Optima. Знаю, что есть в фикс прайсе, но у нас нет фикс прайса, поэтому беру у себя в магазинах. Но он, в общем-то, стоит, мне кажется, если я не ошибаюсь, он не отличается особо по цене от фикс прайса. Хорошее средство, мне нравится, мне нравится тот факт, что здесь хлор хорошо чистит, поэтому я довольна. Дальше, следующее. Закончилось вот такой гель для ежедневной стирки. Это Ласка. Удаляет катушки до 80%. На 16 стирок рассчитан 10 литр. Очень мне понравился этот гель, неплохо стирал. Таких прям грязных вещей у нас нет. Мы живем вдвоем с мужем, поэтому как освежать вещи, простирнуть, он вполне хорошо справляется. Приятный нежный аромат, на удивление. Я боялась, что будет сильный аромат. Мужка в последнее время не очень приветствует, когда сильный запах от белья или от одежды после стирки. Поэтому вот этот гель очень понравился, могу советовать, девчонки. Классный. И если будет какая-то хорошая акция, у него была и цена неплохая, то обязательно повторю. Так, дальше. Закончился вот такой вот освежитель воздуха от Glade 5 в 1. Это индонезийский сандал. Обожаю этот аромат. Стараюсь брать его, но в последнее время очень редко попадается он в магазинах. У меня еще в старом, по-моему, если не ошибаюсь, дизайне. По-моему, сейчас в новом дизайне. Ну, могу ошибаться, я была разные. Очень нравится мне этот аромат, приятный, нежный такой. С удовольствием использую. Хорошо устраняет запахи, освежает воздух. Долго держится в квартире вот аромат этого сандала. Довольно. Дальше. Закончился у нас детский тайт. Здесь было 400 грамм. Как заявлено, на две стирки. Ну, я растянула на больше, конечно же. Хочется верить, конечно, что здесь все прям безопасно, все хорошо. Смотрели с мужем передачу. И как-то вот все врачи, специалисты рекомендуют все-таки порошки использовать, а не гели. Как говорят специалисты, что порошок лучше выстирывается с тканью, нежели гель для стирки. Я все равно предпочитаю, мне больше нравится пользоваться гелями. Ну, для ребенка берем стиральные порошки. Конкретно этот понравился. Хорошо отстирывал детские какие-то пятна. Ну, потому что кушают неаккуратно и так далее. Понравился. Будем повторять. Нравится мне порошочек. Хороший. Дальше. Закончилось вот такое вот средство для мытья полов. Это у нас мистер фреш. Так, средство для мытья пола. Это для, брала в зоомагазине, когда у вас коты, собаки в доме. В общем, такое средство эффективно очищает, устраняет запахи, дезинфицирует. Ну, я не знаю, он был такой мутный, мутный такой цвет, знаете. И не белый, и не прозрачный. Ой, аромат специфический. Я бы не сказала, что приятный. Что-то такое даже не объясню. В общем, я не могу сказать, что он мне понравился, но в то же время не скажу, что не понравился. Вот аромат прям совсем не мой. Хотя, может быть, так и должно быть, не могу сказать. 200 с лишним рублей, если я не ошибаюсь, стоило вот 300 миллилитров. Хватит. Закончился очень быстро, поэтому даже не знаю, девчонке рекомендовать. Нет. Может, кто-то брал их. Может, я неправильно как-то пользуюсь им. Так что пишите в комментариях. Я видела в зоомагазине еще такое же бутыль, но зеленое. Средство там было зеленого цвета. Не знаю, чем отличаются. В общем, не уверена, что буду повторять. Вот. Дальше. 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 Закончился. И слава богу. Вот такой вот гель для душа. Это у нас Арифлейм. Серия натур. По-моему, гель, если правильно читаю, правильно помню. Вот плохо, что они не пишут полных названий. Отшелушивающий гель для душа. Это такой, знаете, гель и пилинг два в одном. Такого красивого цвета. Это у нас малина и мята, если не ошибаюсь. Да, пахнет обалденно, девчонки. Я больше даже малину чувствую. Ну, вот видно, да, наверное. У него там вот такие вот скрабинки. Я не люблю такие средства. Кто-то, может, любит, когда два в одном и вроде что-то вроде скраба и геля для душа. У меня сразу такое чувство, как будто, вы знаете, я вся обсыпалась песком, а потом начала мыться гелем. И вот этот песок по телу катается. В общем, не мое. А так очень приятный гель. Обалденно шикарный аромат. Здесь было 400 миллилитров. Оно у меня очень долго было в использовании. Тут вот осталось немного, но я уже не буду добивать, потому что, как я сказала, ну, не мое. Как-то даже, знаете, не то что, ну, вот неприятно что ли им пользоваться. То же самое получилось и вот с этим гелем. С чистой линией. Фитотерапия. Это гель для душа с микрогранулами. Массажный такой гель. Гель не сушит. Не сушит кожу. Сок клюквы и рябины. Тоже аромат. Этот совсем, в моем случае, не трансформировался. Не знаю, может кто-то, опять же, это все от человека зависит. Аромат. Здесь очень приятный, вкусный аромат у геля. Но он в воде, как в контакте с водой, трансформировался и был, ну, уж совсем невкусный. Какой-то неприятный. Ну и плюс, опять же, вот этот вот эффект песка. Видно будет. Мне уж совсем не понравился. И я больше повторять не буду. Так, в целом, гель очень классный. Не сушит кожу. Хорошо пенится, хорошо моет. То есть, кто такие любит, тот вполне можно использовать. Достаточно бюджетно. Дальше. У мужа закончилась вот такой вот гель для бритья. Этот жилет фюжн. Я уже показывала не один раз. Нравится ему этот гель. Никакой другой он не хочет. Пользуется только этим. Поэтому берем. И очень надолго его хватает. Дальше. Закончилось вот такое мыло. Это у нас Фаберлик Витамания серебром. Так киви и авокадо. Приходил мне подарочек, посылки. Классный аромат. Просто божественный, сладкий, приятный. Мне очень не понравилось. Такого вот принесла. Еще на раз можно руки помыть. Ставила специально показать вам. Такого красивого зеленого цвета. Но из этой линейки мне в принципе все понравились. И гели для душа, и мыло для рук. Классный, приятный. Саша, спасибо. С удовольствием пользовалась. Дальше. Закончился у меня от чистой линии. Вот такой вот лосьон тоник. Это тоже фитотерапия. 85% отвар целебных трав. Содержит василек. Хорошо очищал, тонизировал кожу. Даже освежал. Здесь для нормальной комбинированной кожи. У меня комбинированная. Неплохо он на моей коже себя чувствовал. Не сушил мне кожу. Даже, как и заявлено, освежал ее. Тонизировал. Понравилось. Это средство. Даже можно было определенную косметику удалить этим лосьоном. Мне понравилось. Достаточно бюджетный. Классно. Мне нравятся лосьоны. Тоники от чистой линии. С удовольствием их пользую. Ну и бюджетные. Присмотритесь. Дальше. Закончился у меня вот такой вот от L'Occitane. Масло для душа. Это масло. Не гель. Здесь было 75 миллилитров. Что сказать. Мне не понравилось, девочки. Неплохое. Хорошее масло для душа. Кто любит именно масло для душа. Очень даже хорошее. Но мне не нравятся, во-первых, ароматы именно у масел для душа. Я не знаю почему. Я перепробовала много именно такого формата геля. Мне не нравится их аромат. Мне не нравится, как они себя ведут в контакте с водой. В общем, не мое. Я для себя сделала лишь днем. Еще один из запасов. Не уверена, что использую его. А так, очень даже неплохое средство. На зиму самое то. Но стоит очень. Даже не бюджетно. Не понимаю почему. Он так дорого стоит. Он того, конечно, не заслуживает. Дальше. В этом месте закончились такие вот витамины. Это аскорбинка с глюкозой. 140 таблеток здесь было. Ну, как говорится, доктор сказал, принимаем. Дальше. Закончился уже вот такой вот крем для рук. Это тоже Reflame. Я не помню, как он называется. Приходил мне тоже в подарочек от Александра. Саша, спасибо тебе огромное. Очень мне нравится этот крем. Он в меру густой. Не могу сказать, что прям очень густой. Нормальный. Очень приятный у него аромат. Это, я так понимаю, была лимитка. Что-то там, по-моему, с пирогом связано. 75 миллилитров. Ну, просто классный. На зиму самое то. Я с огромным удовольствием его использовала. Тут вот еще, может, на раз-два осталось. Я уже вам покажу, что в меру густой. Хорошо впитывает. Вот видите, он не течет. Ну, и не могу сказать, что прям очень-очень жирный. Средний такой. Хорошо впитывается. Хорошо так на руках себя ведет. Руки смельченные, увлажненные. Мне нравится. Ну, аромат, конечно, это отдельная история. Саша, спасибо тебе. С огромным удовольствием использовала. Очень рада, что у меня такой кремик был. Так что, я не знаю, можно его советовать, нет. Потому что есть он в каталогах, нет. Я уже и не помню, когда последний раз заказывала что-то с Айфель. Так, в мыльницу ушел вот такой вот кусочек мыла. Далан или что-то как-то так называется. Это турецкое мыло. Белый кусочек. Здесь 75 грамм. Ну, обычное мыло. Приятный такой косметический аромат. Хорошо размыливается, не сушит кожу рук. Не раскисает мыльницы. Мне нравится. Мне его тоже дарили, привозили в подарок. Хорошая мыла. Также использовала в этом месяце несколько вот таких полосок. От пропеллера. Это очищающие полосочки для носа с активным углем. Удаляя черные точки с поверхности носа. Ну, на самом деле, можно их и не только на нос использовать. Очень мне нравятся. Мне кажется, лучше полосок нет. Перепробовала уже много. Вот эти вот, наверное, самые лучшие. Вообще, мне нравятся все средства уходовые от пропеллер. Мне кажется, они действительно хорошие. Хорошо работают. И достаточно, в отличие от многих, по крайней мере, бюджетные. Дальше. Закончились вот такие салфетки. Это у нас Pampers. Здесь 64 салфетки было. Такая упаковочка с клапаном. Шли они в магните по акции. Взяла. Хорошие салфетки. Хорошо, достаточно хорошо пропитанные. Не сильно такие, знаете, прям. Бывает, есть салфетки, прям как вода с них течет. Здесь они в меру пропитанные. Приятный аромат. Сами салфетки достаточно хорошего размера. Использовала как в бытовых целях, так и для морков. Нравится. Дальше. Дальше. Используют такие вот пеленочки. Это Хелен Харпер Байбин. Здесь было 5 штук. Пола 60 на 90. Отличные пеленки. Хорошо впитывают, держат влагу. Приятные у них вот этот вот слой мягкий. Красивый детский дизайн. Ну, в общем, нравится. Достаточно бюджетно стоит. Можно по акции. Вообще хорошо их взять. Поэтому берем. Так. Ну и последнее, что закончилось в этом месяце. Это вот такие вот Либер Апен Гоу. Я уже говорила. Здесь было 16 штук. 10-14 килограмм. Это трусики. Для активных малышей. Брала, я говорила уже у Магнит Косметик. Была хорошая на них цена. Монтации. Брала несколько упаковок. Надо было, наверное, брать даже больше. Но боялась, что по размеру может выйти так, что не успеем все сносить, так сказать. Потому что я беру для себя еще отдельно. Потому что, ну, когда у нас Маргарита в гостях бывает, когда остается ночевать и так далее. В общем, чтобы у нас тоже были такие трусики в запасе. Поэтому много набирать, конечно, побоялась. Отличные трусики. Хорошо сидят. Хорошо впитывают. Никакого на попе раздражения от них нет. Ребенок себя прекрасно в них тоже чувствует. Нравится. Попробуйте, присмотритесь, кто еще не попробовал. И вот в Магните, в Магнит Косметик очень, я так заметила, частенько бывает на них хорошая цена по акциям. Так что присмотритесь, кому нужно. Все. Вот такие были пустышки в этом месяце. Спасибо за внимание, кто был со мной. Пишите комментарии. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok